Всем привет! Сегодня готовим рыбный суп из семги. Посмотрите, пожалуйста, вот такая вот большая голова и три больших куска стейки семги. Что еще потребуется нам для этого рыбного супа? Потребуется картошка, три больших и две маленьких картошки, морковь, лук, я взял белый, корень пастернака, не каждый раз его встречаюсь в магазинах, даже в самых больших, но вот есть такой корешок, белый корень, значит, мы будем сегодня его использовать, он хорошо подойдет к рыбе. Острый перец один, чеснок, три лавровых листа на шестилитровую кастрюлю, подсолнечное масло без запаха, дробленый перец в ступке и зеленый лук, петрушка и укроп. Вот такой набор у нас сегодня для рыбного супа из семги. Я сразу закладываю рыбу в подсоленную кипящую воду, но предварительно я так сделаю. Я сейчас вот это все отодвину и на рыбной доске разрежу семгу, чтобы потом не было драчить за вот такие большие куски. Еще нам потребуются нитки, это важный ингредиент в нашем рыбном супе, и моя любимая желтая доска, на которой мы будем резать рыбу. Сейчас я отодвигаю вот это все в сторону и разделаю рыбу, как я и говорил, на порционные куски, чтобы потом не было никакой драки. Вот, каждый раз на шесть штучек. Я уже почистил все, чешуи нет. В общем, какими вы видите порционные куски, такими надо и делать. Я вот это вот кости вытаскивать не буду. Большие вот, которые вижу, да, их не трудно вытащить, я вытащу. Вот эту штучку оставлю даже целую. Голову сразу же разделю на несколько частей, на две вот так. Эту отрежу, мясную часть вот так вот отрежу. Я из рыбы вытащил жабры, естественно, все промыл, прочистил и вот около головы срезал кожу с затылка, так скажем, рыбного. Все, закладываем рыбу в подсоленную воду кипящую. Рыба морская и соль морская. Чайную ложку я сюда крупной морской соли кладу. Ну все, пошла. Каждую рыбу, каждый кусочек я как бы беру рукой. Это важный процесс. Сейчас я об этом расскажу чуть подробнее. Рыба варится в кастрюле. И вопрос, для чего нам нитки? Нитки нам нужны для того, чтобы вот эти пеньки от укропа не выбрасывать. Я маленькие оставлю, а вот эти большие пеньки, они очень ценные. Это же суп рыбный, туда укроп вообще залетает на ура. Мы берем и перематываем ниткой. И то же самое мы будем делать с петрушкой, с самыми большими толстыми полениями такими. Если бы мы еще пюрировали этот суп, тогда бы другое дело. Но так как мы будем делать его классическим способом, мы заберем вот эти вот пеньки все и выжмем из них всю пользу. Сейчас я беру нитки, все перематываю. Все это выварится вместе с рыбой, отдаст ароматы. Потом возьмем и выкинем все это старым дедовским способом. Хлоп, видите, погружаем это все в кастрюлю с рыбой. Пошли. Опа. Все. Пока Антон снимает рыбу и вот этот вот пучочек травы внутри для того, чтобы сделать красивую заставку, я потихонечку начну здесь наводить порядок на нашей доске. Зелень надо положить. Да, совсем забыл. Я навел порядок от рыбы. Чистоту навел. Значит, у меня специальная доска, это желтая, надо ее вымыть. Нож вымыть, все вымыть. Тряпки, которые мы все это делали, в стиралку, чтобы никаких посторонних запахов не было вокруг. Просто это делается просто, отдельно яркая большая доска покупается и все. И она служит только для рыбы, чтобы потом эти запахи никак не мешали нам жить. Знаете, много раз мне в комментариях говорят, а где, а где. А надо спрашивать, надо спрашивать. Просто приходите потихонечку сотрудников магазинов, овощного отдела, спрашивайте и договаривайтесь. Потому что все делают закупки, ездят на базу. И если, например, они видят, что спроса нет, там, пастернака или репы, то они везти не будут. Если они вот засыхают, то они везти не будут, естественно. А если видят, что люди спрашивают и покупают, ну, будут потихонечку привозить. Поэтому спрос рождает предложение. Спрос. Вот. И репа очень много. Вот у нас нет репы в магазинах. Вот у нас в каждом, я начинаю обращать внимание уже на эти вещи. Да на каждом углу уже репа есть. И будет, и никуда не денется. И пастернак будет, и всякие сельдерей, корень будет. Конечно, если это отдаленный, очень отдаленный какой-то уголок земли, туда довозить какие-то экзотические, уже ставшими экзотические продукты очень тяжело. Тут надо подумать, как это все дело заменить, действительно. Нарезаем пастернак. Можно, кстати, заменить это всеми полюбившуюся репой, корнем сельдерея. Если пастернака нету, корень сельдерея зайдет вообще сюда очень хорошо, сделает полегче такой наш рыбный суп. Ой, попоймал я слезу. Слезы счастья. Не очень мелко, так чтобы он чувствовался. Не надо его в пыль крошить во всю, чтобы не доминировал, но и не пропадал. Вот такие вот кусочки сделайте. А морковь тут одна из самых ярких вещей, поэтому я бы ее сделал, не стал бы мелчить сильно. Сделал бы акцент на моркови. Вот такой вот сделал бы. В рыбном супе это очень хорошо заходит. Белые части зеленого лука тоже сюда порежу, чтобы они добавили аромата во всю вот эту овощную нашу обжарку. И цвета чуть-чуть пусть добавят. Теперь для острых семечек я отсюда уберу. В основном, чтобы они... Ну, немного оставлю, вот половину семечек ставлю, а половину уберу все-таки. И так вот крупненько, чтобы он определялся потом в кастрюле. Острый хорошо зайдет, острый хорошо зайдет. Семга с острым нормально. Опять вымою доску после острого перца. Мыл доску и потом решил умыться. Не делайте так никогда. После острого-то перца и слезы, и сопли, и слюни, и понос, и золотуха сейчас начнется. Сейчас поставлю вот это масло и на плиту. И паузу небольшую сделаем. Ну, пока там все обжаривается на сковородке. Не обжаривается, а тушится, пассеруется. Кто как хочет, так и называет. Я по-разному каждый раз называю. Как вот у меня в голову взбредет, всем же понятно, что делается. А сейчас нарезаем картошку. Но не простым способом, а новым таким инновационным. У нас в компании есть небольшое научно-исследовательское подразделение. И мы придумали нарезку картошку лазером. Прямо быстро. Смотрите, берем картошину. Вот так вот раз. Бросаем. Хоп. Блин. Вот единственный недостаток. Это то, что вот она так рассыпается. И пальцы главное, чтобы меня торно не срезало. Вот они замаскированные в перцах стоят. Вот эти вот штуки. Вот дай мне, Антоха. Дай. Только аккуратно. Вот тут этот. Ага. Не отрезал. Давай. Вот давай вытаскиваем в следующий раз. Попробуем еще одну так сделать. Так. Давайте вот эту большую. Оп. Вот. Это лучше. Не разлетелось. Ну, в общем, дорабатываем, дорабатываем уже в финальной стадии. И все. Ссылочка будет на этот лазерную нарезку под видео. Прямо переходите на Валберис. Там есть ссылка. Кстати, ссылка уже есть на нашего генерального спонсора, Алисе Фери. Пожалуйста, перейдите, посмотрите. И на остальные супы, на социальную сеть в Facebook, Instagram и TikTok мою. И вот этот прибор тоже будет там продаваться. Ну, это уже для нас привычный способ нарезки. Просто первый раз мы презентовали. Технологии-то сразу тоже раскрывать не очень хочется. Так. Ну что. Работаем. Чуть-чуть надо вот сюда подсолить крупной солью. Вот сюда. Чтобы тоже вкусная штука была. Я вообще сторонник того, чтобы на каждом этапе каждый в отдельности продукт подсаливать. Вот есть, например, сковородочка. Чуть-чуть подсолили или сахар положили. И тут уже как бы продукт готовый. Здесь я в основном солю средней или крупной солью. Потому что это не требует быстрого там, да, проникновения. Потихонечку она расходится и уже можно даже взять и отдельным блюдом пробовать. Сейчас вот здесь в кастрюле у нас извлечь нужно зелень сварившуюся. Вот смотрите, видите? Раз. Все она сварилась, все отдала. Замечательный аромат оттуда исходит. Вот он. Видите? Советую вам не выкидывать продукты, а поступать с ними точно так же. И закладываем нашу картошечку. Вот в этот суп я не люблю закладывать мелко. Не напополам, конечно, картошину, а такие, ну вот, чтобы в ложку большую умещались. Все, разгоняем газ. Вода там подсоленная, я напоминаю, чтобы картошечка уже была, зашла в подсоленную воду, а не просто куда попало. Вот вы заметили, наверное, что я всегда кладу дробленый перец. Не перец молотый, не перец горошком. Я не помню, когда закладывал перец горошками, было ли вообще-то. Я всегда вот беру перец горошком. Ну, тут есть красный, белый появляется, какой-то серый. И его вот так вот перед употреблением размалую. Почему? Потому что перец дробленый, ну, выветрится. Там эфирные масла есть, какие-то штучки, он послабже станет. Перец молотый вообще, только если вот конкретно в тарелку где-нибудь едешь, в столовой или по дороге, может быть, есть ли место, чувствуешь, что нужно. Вот сразу же можно его подсыпать в тарелку готовый, в готовый суп. Если перец дробленый, я имею в виду, уже был в пачке. Вот так. А перец горошком он как бы сразу не отдает, а отдает постепенно. Поэтому с ним легко можно ошибиться. Поэтому я беру вот нужное количество перца, сразу же вот такую ступку. Раз. И все. Вот он и ароматный, то что нужно. И состояние его такое. И не молотый, и не такой уж и дробленый. Такое два состояния. Зато свежий самое главное. Все полезные свойства из него еще не улетучились. Я чеснока в этот суп положу побольше. Маленькую головочку прямо возьму. Да. У нас совсем недавно, я в социальных сетях, в ютюбе у себя, в сообществе опубликовал опрос. Какой бы суп вы хотели видеть у нас на канале. И пришло очень большое количество пожеланий. Я их всех, все прочитал, ответил и записал к себе в записную книжку. Какие-то супы, например, журы, появятся совсем скоро у нас на канале. Солянка рыбная. Следующую мы готовим рыбную солянку, как готовил ее Сергей Цыгель. На канале у нас есть видео, как я готовил в клубе Кожухова с Сергеем Цыгалем солянку рыбную. Все, очень вкусно получилось. Рекомендую вам тоже посмотреть этот выпуск и приготовить ее. Я думаю, будет очень вкусно. Так, ну что, сейчас опяточки только отрежу. Вот эти и прямо крупно порублю. Вот так вот. Не буду церемониться, а прямо. Ну вот финальная закладка. У нас два пути. Можно заложить чеснок и дробленый перец в сковородку. Все перемешать и через несколько минут положить в кастрюлю. А можно положить сразу все в кастрюлю. Я пойду привычным путем. Дробленый перец в сковородочку. Чеснок в сковородку. А лавровый лист уже, считай, почти осталось до конца минут 10-15. Можно уже три штучки закладывать. Рыбный суп с лавровым листом дружит вот так. Объясню, почему я пошел по этому пути. Потому что я, что, надо ответить на какой-нибудь вопрос, что-нибудь вкрутить. И у нас есть 3-4 минуты для того, чтобы рассказать, например, про Австрию, например. Один раз мы приехали в Австрию. Сейчас видео поставим. Погромче, погромче. Погромче, погромче. На, на, на. Погромче, погромче. У тебя погромче. Отлично. На. Слово не скажи. Без принципа. Ну, как рубишь? Нормально? А-а-а-а. Ну, не бросай. Чего ты кипишешь? Кот бабы иди, а, кот бабы. Кот, который кроликов боится. Кот, который боится кроликов. И гуляли по дикому парку, там, наподобие заповедник. И течет река. И в этом месте она, ну, вот такая вот. Пол метра. До метра. И там вот такие вот чушки плавают. Вот тогда я стоял и чуть сознание не потерял. Представить себе в России подобную вещь невозможно просто. Вот почему так? Выловили бы давным-давно бы все. Выщелкали бы и мелочь бы выложили. А тут, пожалуйста, парк. Пожалуйста, река. Метра полтора-два. Есть места шириной. Где-то пошире. Есть заводи какие-то. В горах течет. И вот такие вот семги. Форели, конечно. Форели. Но сложно себе представить, чтобы это было у нас. Я стоял, смотрел. Думаю, да, инстинкт просыпается. Ну, стою, сдерживаю его. Надо бы как-нибудь съездить в Карелию и поснимать на природе. Да и вообще поснимать на природе. Давайте один из где-нибудь в мае. В конце, после Пасхи. В мае мы выйдем на природу. И на берегу Волги, напротив Плеса, какое-нибудь место найдем красивое. У нас в Костромской области, на нашей стороне, поснимаем уху из щуки, окуня. Ну, там какая рыба будет, судак можно сделать. Поэтому ждите, когда будет у нас выездной выпуск, так называемый. Ну что, все. Давайте соединять наше содержимое нашей сковородки с содержимым нашей кастрюли. Ну, смотрите, тут какая красота. Ребята. В общем, в любом случае, смотрите все в описании. Там все в описании у нас все подробно будет. Ну что, осталось у нас совсем немного. Сейчас я чуть-чуть долью горячей, прямо кипящей воды сюда. Ну, буквально вот, для порядка. Убавляю газ на самый минимум, и она стоит уже там, ну, минут десять осталось. Закрываем крышкой и ждем, когда у нас будет торжественный вынос подачи. ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-А! Вот. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-подъем! И вот у нас точно такой же клич, веселый клич, когда мы подтаскиваем супы сюда на стол. Потому что радость большая. Долгожданный момент настал. Так, что у нас тут? Ну, картошка сварилась, понятно, столько времени варился суп. Так, пахнет обалденным рыбным супом. Это точно. Все отлично, все получилось. Мягко-мягко. Идеально. Все. Семга мягко, вот особенно кусочки там детеша, нежные, они вообще... По соли все в порядке и по вкусовым качествам. Все четко, ребята. Все получилось. У нас есть на канале суп из... Как красной рыбы, из кильки в томатном соусе. Вот такая штука. Есть консервы из кижища, есть минтай с манкой. Суп, который я готовил на втором канале, меня пригласили в телеутро. Я там готовил свой любимый суп из минтая с манкой, с луком. Вот такая штука. Вот посмотрите тоже. У нас на канале есть много рыбных супов. Еще много будет других рыбных супов. Вот следующий выпуск у нас будет как раз рыбная солянка. Вот этот суп тоже обязательно приготовьте по нашему рецепту. Суп получился мягкий довольно. И прямо вот... Зелень в тему и все в тему. Кто хочет, добавьте сметану. Я добавлять сметану не буду, но она сюда очень хорошо идет. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Переходите по активным ссылкам и ссылкам нашего генерального партнера. Модного дома Алиси Фьори. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok